Это квартира для семьи из двух взрослых и двое детей. Проект начался с этой кровати 1953 года. И весь интерьер строился от этой кровати. Ковер ОК. Это мы знаем. Уже, можно сказать, раритет. Уже антиквариат. Слушай, ну да, терраса вообще какая-то прям бомбическая. С той стороны закат, и здесь можно прям подалипать, посмотреть, как солнце заходит за горизонт. Отдельная, короче, квартира для детей выходит. Получается так. Друзья, всем привет! Мы приехали в солнечный Сочи. Сегодня у нас на обзоре интерьер 90 квадратных метров. Два уровня. Квартира с великолепной террасой, с видом на море. Проект Ольги Шаповаловой. Усаживайтесь поудобней, будет очень интересно. Поехали. Оля. Привет. Проходи. Оля. Красота какая. Круто, круто, круто. Ну что, Оль, рассказывай. Для кого объект, интересно? Что за проект? Его историю? Почему такая стилистика? Кто герой, кто здесь живет? Сразу так много вопросов. Очень много. Дело в том, что это квартира для семьи из двух взрослых и двое детей. Они здесь живут не постоянно. Это дальняя дача. Вначале была куплена квартира этажом выше. И когда уже начали делать планировку, к сожалению, не удалось разместить все те пункты, которые озвучили. Жди, а какая там площадь была? Там площадь 54 квадрата. На 54 квадрат хотели что уместить, что решили покупать вторую квартиру? Была задача сделать отдельную спальню для взрослых и две небольшие спальни для детей, потому что они разнополые и уже не маленькие. На 50 квадратах. На 50 квадратах. Но опять же, я озвучу, что здесь нет постоянного хранения, только какие-то точечные вещи. И для этого не нужна была дополнительная площадь. Но окна два всего. И решили покупать вторую квартиру, да? Да, решили искать вторую квартиру. Здесь же квартира, которая будет рядом с квартирой, которая сейчас сверху. И была в продаже только квартиры снизу. И вообще, это было на самом деле самое правильное решение. Почему? Потому что именно здесь, в Сочи, квартира без террасы, она совершенно иначе смотрится. И это было одно из правильных решений, я считаю. Слушай, ну да, терраса вообще какая-то прям бомбическая. Идеальное, короче, сочетание получается. И вторая квартира, то, что она получилась снизу, с такой террасой. И получился как таунхаус, можно сказать. Можно сказать, да. Потому что это малоэтажное строительство. Квартира есть еще на третьем этаже. И, собственно говоря... Класс. Класс. Которая плавно перетекает в террасу, где расположена также и обеденная зона, и зона отдыха. Также хозяйская спальня и санузел на первом этаже. На втором этаже две спальни для подростков и два санузла для каждого из подростков. И хранение. На первом этаже, я забыла сказать, что тоже хранение здесь есть. Угу. Да, получается, хранение спрятано в отдельные комнаты. Это было одной из задач, чтобы каждая вещь имела свое место. Это я правильно считаю. Расскажи про стилистику. Почему именно такой стиль выбран? Чем вдохновлялась? Вот интересно. Дело в том, что квартира, да, расположена в Сочи. Да. Есть вид на море. И плюс этот поселок расположен в национальном парке. И здесь очень много зелени, что не характерно для Сочи. И хотелось в квартире сделать такой микс моря и зелени, чтобы зеленый цвет плавно перетекал из квартиры на террасу. Она тоже достаточно зеленая. И как раз с нее открывается вид на море и вид на деревья большие. Друзья, сегодня мы приехали в строительный гипермаркет «Стройгранд», который в сентябре открылся в Химках. Здесь на огромной площади представлено все, что нужно для ремонта дома, квартиры и дачи. От инженерного оборудования до самых разных отделочных материалов. А еще широкий выбор черновых материалов по очень выгодной стоимости, которая ниже, чем в известных гипермаркетах. Выгодное отличие «Стройгранда» от других магазинов в том, что продавцы глубоко разбираются в продукции и готовы оказывать услуги от консультирования до помощи с подбором подрядчиков. Среди товаров «Стройгранда» вы найдете абсолютно любую продукцию от эконом-сегмента до премиальных линеек. А в открытых галереях есть все – от пиломатериалов до лазерной резки металла. Такого я нигде не видела. Мне очень понравился этот гипермаркет тем, что он находится в мебельном комплексе «Гранд». И тут правда есть все – от гвоздя до последней вазочки ваш интерьер. Ссылку с контактами оставляю в описании. Приезжайте! Проект начался вот с этой кровати. Это винтажная кровать «Клеопатра Дейбет» 1953 года. И весь интерьер строился от этой кровати. Супер! Это прямо настоящий винтаж? Да, это настоящий винтаж. То есть прямо 1953-х годов? Или не знаешь? Может быть, она была выпущена чуть позже, но… Ее придумали и разработали… Да, придумали и разработали в 1953 году. В 1953 году. А так, это винтажная. Где вы приобретали? В Москве где-то? Я приобретала в Москве. Репетсторию. У них очень хорошая коллекция винтажных вещей. Всегда отслеживаю их в поступлении. Да, да, да. Знакомая история. Знакомые. Были, знаем. Вот, окей. Супер. Ну да, это, получается, сдало такой… Сдало стилистику. Историю, стилистику, да. Это вот с середины 20 века, в общем-то, культовый баухаус, дизайн. То, что тогда придумали, собственно, мы до сих пор используем. Я бы хотела добавить, что я всегда стараюсь добавить винтажные или антикварные предметы, если позволяет стилистика интерьера в проект. Это задает тон, это делает индивидуальность объекту дает. И поэтому всегда пытаюсь убедить заказчиков внести подобные элементы в свои интерьеры. Круто, круто. Это такая фишка, на самом деле, твоя интересная. Обратил внимание на столик. Я так понимаю, что за материал? Похоже на переработанный пластик, да? Да, абсолютно верно. Да, крутяк. Вот, собственно, тренды современные, пожалуйста. Да, класс. Супер. Поехали дальше. Про столовую зону интересно. Люстра Астеп, стол Кателан, стулья Верпен. Мне кажется, они хорошо переплетаются вместе друг с другом, плюс они находятся недалеко друг от друга. Было важно, чтобы они с собой представляли какую-то единую компанию. Окей. Это же сытильник тоже каких-то тех годов, да, получается, середины века 20-го? Да, также он был изобретен примерно, я боюсь говорить, дату, они же все прицепятся. Да, неважно. Ну да, плюс-минус. Вы же все прицепитесь потом. Конечно, да, она ничего не знает, он был там не в 53-м, а в 73-м. Ты как переживаешь по этому поводу? Меня немного раздражают они, да. Да? Я понял, ну ладно. Хорошо. Ну, неважно, это, в общем, в середине 20-х веков разработана, та модель, и, соответственно, это до сих пор производится. Ну да, культовая модель, она, мне кажется, очень хорошо вписалась сюда и гармонично смотрится. И вот еще хотела обратить внимание на сервировочный столик, он из этой же истории. Угу. Класс. Современное исполнение модели. Тоже тех годов, да? Да. О, круто. Окей. Пылю. Отделился. Попробуй. расскажи немножко про лестницу какие были сложности с лестницей вообще так как проект такой непростой в том плане что соединяется две квартиры одна выше другая ниже вот кто захочет сделать то же самое например там в каком-то любом городе на что нужно обращать внимание что-то посоветуешь какие могут возникнуть сложности какие согласования что нужно подготовить немножко проект тоже расскажи очень интересно ну вообще считаю что это лестница сделала тоже интерьер на самом деле потому что она придает ритм она очень красивая и как я уже говорила к сожалению это в тот момент когда мы проектировали эту квартиру я не работал с поставщиками которые находятся в сочи с ним была еще не знакома и лестница приехала и москвы там она была заказана и установлена здесь то есть конструкция собирается полностью сваривается и приводится на объект только здесь накладываются ступени конечно же дверной проем эту дверь не принесешь но у нас была терраса через террасу сюда через террасу мы сняли окно через террасу подняли лестницу принесли сюда окно поставили обратно вот первый важный момент транспортировка лестницы каким образом винтовались поднимись расскажи что за кухня почему именно такая планировка ну как раз такие за лестницей пришлось размести по двум частям кухни здесь рабочая зона хранения задействовали и верхний ярус потому что хранение так уж много и здесь писали в нишу холодильник хранение здесь находится более более вся техничка короче вот сюда вот спрятана это очень прикольно что как элемент такой куда спрятать всю техничку можно выделить отдельный шкаф ну да чтобы не делать отдельное помещение да и не люков вот этих вот не ничего просто в мебель встраиваем и пожалуйста все это лаконично выглядит и классно собирать я бы хотел сделать акцент что здесь предполагается зона для завтраков основной прием пищи на веранде там находится большой стол и зона гостиной то есть такая более расширенная история хорошо здесь получается система хранения да как здесь система хранения и там санузел гостевой погнали спальню шикарно здесь конечно вид на горизонт море просто потрясающе там проснулся утром смотришь с чашечкой кофе туда залип красота расскажи немножко про зону здесь уже кстати я заметил напольное покрытие другое здесь паркетная доска до инженерка да она создает больше такой теплоты уже такое более камерное уютное помещение получается расскажи немножко про зону что здесь задумано я вижу что достаточно стандартно но есть какие-то за счет конфеток элементов внутри создается вот как раз таки вот эта атмосфера правильно как я уже озвучила это не основное жилье и хранение здесь минимальное но она обязательно тоже предусмотрено шкаф находится в нише заподлицо со стеной интегрированные ручки тоже как мы любим до пола в общем да он все как нам и вентиляция так понял кстати здесь это система кондиционирования да 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 не очень люблю когда внешние блоки находятся в квартире все равно такое пятно ну да это инородный объект как обычно постоянно поэтому всегда пытаюсь заказчиков убедить такую систему поставить я вижу что разные тумбочки здесь может тоже рассказать я люблю такую историю когда симметричные предметы но разной формы они привлекают внимание кровать была также сделана москве по моим эскизом помещение небольшие да я уже говорила то есть только необходимые предметы а саму кровать кстати на заказ делал да я делал все кровати на заказ в москве тоже мы сюда привозили это по твоим каким-то эскизом да конечно все сделано по твоим ну интересно да круто что пойдем дальше по террасе здесь вообще все удалось реализовать как задумали ли в процессе что-то меняли пришлось отказаться от летней кухни все остальное принципе удалось реализовать здесь более большой стол для приема пищи для приема гостей и там зона отдыха да прикольно кстати очень сильная мебель аутсайд такая редко можно обычно встретить хорошую там уличную мебель ты не помнишь что за мебель я помню это моя любимая марка фирмоп было представительство сочи сейчас по моему они не представлены но это очень качественная хорошая мебель если ты помнишь в париже в сад тюри там такие пруд и зеленые стулья стоит я не был в париже к сожалению но это такие известные все любят сесть на этот стульчик и закинуть ноги на бортик пруда это тоже марка фирмоп гараже тоже их стоит мебель да я понял да знакомы да вот это очень важно на самом деле минималистично стильно и очень хорошего качества да и качество крутое круто и стол тоже самое стол стулья да полностью кроме вот этих шкафов да это раз таки кейт вот это вот остатки той идеи как бы в прямом смысле остатки потому что это удалось купить когда я уходил а вот именно мойку я понял да остатки идеи все-таки остались ну здесь конечно шикарно в том плане что посмотреть на закат вероятность с той страны по обычно закада до той стороны закаты здесь можно прям по залепать посмотреть как как солнце заходит за горизонт вот мне кажется если бы сделать сюда навес то вот вся картинка смазалась вот когда дашь да 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 есть такое если чего может быть есть решение когда навесных мер там как-то выезжает нет навесы да все равно они выезжают но вайп уже другой или или там типа какой-нибудь может быть стильный зонт знаешь я бы поставил чтобы он раскрывался кстати вот зонты у фирмок тоже насколько я помню есть надо рассмотреть эту историю пойдем смотреть туда второй этаж пойдем здесь вроде бы обсудили вот здесь виды вообще шикарно здесь виды гораздо лучше но здесь нет террасы да да круто так это зона для мальчика да это да это комната подростка здесь кровать тоже сделано по моим эскизом светильники фирмок технический свет в этой зоне коверки это мы знаем уже можно сказать раритет уже антиквариат антиквариат считай да очень редкая вещь между прочим смотрите вот пожалуйста да класс а предметы сама тумбочка вот это тоже очень похоже на это ларидут ларидут вот я думаю что-то очень знакомое да мы тоже часто любим ларидут использовать вообще у них в этой как раз стилистике да у них вот как раз эти металлические шкафы таки они лаконичные то есть и стеллажи я тоже в некоторые объекты уже ставил приятно учиться на да и там всякие разные плетеные истории с элементами бога вот это такое если применить тоже интересно сочетается да круто хорошо так а вот эта зона это что это гардеробная отдельно гардеробная вот как раз для этого для это очень это чем-то похоже на какие-то такие наверное французские как квартиры где короче тоже часто отдельные системы хранения в отдельных комнатах формируются там гардеробную это очень удобно здесь нет шкафовка я к тому что абсолютно такие просторные пустые помещения отдельные гардеробные либо от спальни и встроенная система хранения по сути я люблю такие решения делать своих проектах в комнате тогда становится больше воздуха до 100 процентов сама плитка тоже интересно она видно выделяется текстурой от всего остального это не так как на первом этаже просто там под под мрамор здесь уже с неким таким с некой текстурой расскажи про эту идею тоже если есть что добавить да это плитка весь на тот момент когда она была куплена это была новая коллекция мне она показалась достаточно интересно опять же она придает такой ритм помещению и мне кажется на пересекается с лестницей поэтому основе на ней вот на самом деле есть такие элементы отголоски немножко классики это высокие плентуса немного вот такой плиточки с рисунком создает вот эту атмосферу вот это вход в квартиру соответственно да как раз таки было решено оставить вторую дверь иначе вы не смогли занести мебель на второй этаж крупногабаритную но да это было бы удобно и с точки зрения ликвидности на случай если вдруг вдруг решат продавать квартиры можно будет избавиться от лестницы и разделить аппаратную квартиру мне кажется такая квартира только придает ликвидности такс это вторая детская а здесь кто живет здесь девочка подросток мне удалось делать все как я люблю шкаф встроенную нишу кровать на заказ искусство это выпускал бог когда еще был в россии плакаты тоже ограниченной серии удалось приобрести именно для этого объекта тоже раритет получается уже получается да наверное даже может уже вырасти в цене круто и кстати тоже да из это американская люстра да также приобретали в москве и уже доставляли сюда все лаконично все гармонично мне нравится текстиль буквально чуть-чуть дает определенного акцента и все уже преображается уже какая то есть атмосфера вот с помощью декора с помощью текстиля можно создавать атмосфер вообще интерьер такой достаточно универсальный и за счет как раз таких цветовых деталей получается можно менять обстановку на балкончике тоже еще плитка ну да акцентная плитка переплетается с текстилем по цветовой гамме выходит есть такое это игра короче небольшая здесь тоже красивый вид давид потрясающий конечно очень круто так еще с леса идет сверчки на самом деле очень вот именно локация классная потому что здесь и лес и море и как раз такие вот эти два акцента я как говорила хотела увязать в квартире чтобы экстерьер в интерьер и обратно переходил до дата читается очень круто вот здесь два санузла до абсолютно верно была такая задача разделить санузел мальчика и санузел девочки нормально вообще отдельная короче квартиры для детей выходит получается когда целый пара я раз для детей первый ярус для родителей это санузел девочки достаточно небольшой но все самое нужное размещено здесь самое важное большая столешница для косметики пока мы ее убрали понял и много систем хранения снизу соответственно опять же да это для того очень важно как мы обсуждали так круто хорошо этот скрип в есть какая-то вот задача почему сантехника отличается например здесь все в черном а сантехника в хроме я не считаю что обязательно условия чтобы фактуры между собой были одинаковы мне кажется они здесь неплохо смотрятся разные варианты да да согласен просто есть такие стереотипы типа что если черный металл значит все черное если хром значит все хром по факту да я согласен что может сочетаться вместе он пойдем дальше следующий пойдем это получается санузел для девочки и вот это для мальчика да да абсолютно верно да супер но они в целом идентичны по по стиле даже да и по расположению предметов но сделка отличается соответственно отделка здесь явно пацанская там девчачья ок круто и здесь уже поменьше зеркало и поменьше по тумбочке по систему хранения а кстати чисто такой технический момент это поддон получается не строительном исполнении это не это готовый вот кстати редко когда можно найти какой-то такой готовый и более-менее симпатичный это якоб далафон здесь душевые шторки лейка и поддон этой фирмы да это всего грубо говоря комплект душевой кабины дата ну не то чтобы они продавалась как бы три предмета в одном просто до собрана гармонично между собой я только сейчас заметила что ты оделся под интерьер повторил цвета я выступаю черным цветом дальше и зеленым и белым честно не готовился реальный ну типа не специальная как-то так это как-то так получилось гармонично мне кажется да как раз нету какого-то дополнительного цвета который не подходит так что я подошел значит этот интерьер ольпасе тебе большое за то что пригласила в гости к на объект посмотреть очень интересная атмосферно получилось и история предметов которые здесь находятся в общем тебе большая благодарность да спасибо рада была вас видеть приходить еще супер друзья ну что пишем комментарии ты влияет по возможности заходи читай и отвечай я понимаю что может быть ложки это комментарии воспринимать так ребята вы там не жестите в комментариях пожалуйста вот пишите конструктивные вопросы которые буду отвечать на конструктивные вопросы обязуюсь ответить все супер ну и ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках пока пока пока